Всем привет, Панкратс на связи и сегодня будет относительно короткий выпуск. Если кто-то следит за моей инстой, то вероятно вы знаете, что относительно недавно Никита Бервари передал мне несколько баночек своего свежесваренного Грюйта на обзорчик. Грюйт этот был сварен в коллаборации с пивоварней Две Бочки и на мощностях контрактной пивоварни Пивмастерия. Называется он Сила Леса и при приготовлении сего напитка использовался хорошо многим знакомый ликер Егермейстер. Крепость напитка составляет уверенный 8% обиве, а вот каков результат? Это мы и проверим. Погнали! Знаете, что в первую очередь примечательно? Примечателен сорт на старте. Насколько я знаю, это первый напиток, которому Никита приложил руку в разрезе массовости. Причем он выбрал ничего попроще, там не лагерь какой-нибудь, например, а сцука Грюйт. Причем я точно знаю, что чувак сработал как бы тупо за идею и честно оплатил половину партии. Теперь ему, кстати, ее еще реализовывать надо. А парни из бочек путем ершивания Ягера с различным пивком подбирали базовый стиль под всю эту историю. Но, и насколько я понял, общую концепцию придумали тоже они. Так что же такое Грюйт? Коротко. Это пивас, в который вместо хмеля добавляют траву. Причем трава это может быть самая разнообразная. И тема эта тоже достаточно старая. И пескометрально уходит в то время, когда еще народ не догадался езать хмель в пивоварении. Ягер же у нас это алкашка с травами. С травами. Вот почему бы его и не использовать. В общем, давайте уже пробовать будем. 15 литров вроде как и гермейстера сюда вбухано было. Никита говорит, что и сам попивает уже коробочку, которую себе привез из Питера. Скушал. Ну, давайте и мы будем открывать и наливать. Итак, что мы имеем в бокале? В бокале такой, вы знаете, достаточно насыщенный компотец. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Это если и сухофрукты, то достаточно такие прям нажористые и уверенные. А может быть персики какие-то. Ну, то есть это явно отдает какой-то фруктовостью, знаете. Но эта фруктовость несколько перенасыщена и даже в некоторой степени может быть грязновато. Но при этом никакого отторжения себя структура не вызывает, а только лишь навевают мысли о плотности данного напитка. Поскольку он вот в бокале, он прям очень и очень так неплохо смотрится и переливается по стенкам бокала. Тоже, в принципе, ничего так. Давайте понюхаем. Это, наверное, должно быть самым важным здесь. Вы знаете, аромат какой-то странный. Какой-то странный. Ну, здесь вот написано, что это Саур Эль 9. И это действительно тащат Сауром отсюда. Причем я не могу сказать, что Егермейстером отсюда прям вот четенько так направленно вам идет мозговой посыл в мозг. Но, вы знаете, это что-то ближе к томаткам каким-то. Ну, вот куда-то туда несет этот запах. То есть, в какую-то суповость, я даже сказал. Вот что-то из разряда хоп-хедовости здесь наблюдаю я. Но никак это не прям вот такой вот прущий, сочный напор Егермейстера. У меня по поводу аромата особых возражений нет. Ну, кисляк и кисляк. Прикольный кисляк, прикольный аромат. У меня просто в башке не вяжется вот эта вся грюйтовая история. Вот это вот 15 литров Егермейстера. И то, что я как бы выпасаю из бокала. Супчик, томаточка. Ну, вот что-то около вот этого вот всего. Но как-то явно отсюда какими-то прям травами. Я, если честно, не чувствую их. Но давайте попробуем. Может быть, во вкусе вся эта история раскроется. И прям мои вкусовые сосочки завибрируют от всего этого. Пробуем? А вот тут уже начинает проявляться вся эта травянистая тема. Причем, я даже не скажу, что конкретно ликером вот этим вот сейчас омываются мои щеки. Но кисляк, я должен вам сказать, забавный. Поскольку здесь как бы два абсолютно, ну, не соприкасающихся обычно направления. И подобной вот подачи я ранее не пробовал, как мне кажется. Поскольку база кисляка, она здесь в своей естественной природе спокойной, понятной, хорошей, наличествует. Не могу ничего сказать против этого. Но ее вот прям вот параллельно накрывает волна такой травянистой горечи. И сочетание вот этой вот травы горькой с базовой кислостью дает достаточно интересный результат. Поскольку вот эти вот два разнонаправленных вкуса в сочленении друг с другом дают картину, которая не сразу у тебя в башке укладывается. Ты пробуешь, тебя хопа, проникает вся вот эта саур-история, а потом начинают проявляться краски. Горькие вот эти, вяжущие, травянистые. И вы знаете, тут надо включать, как мне кажется, воображение. Поскольку при желании, вот при желании и при вот соединении с теми воспоминаниями, которые вас когда-либо связывали с Игермейстером, вы можете различить его здесь тоже. Поскольку постепенно с каждым глотком горчинка вот эта проникает все глубже и глубже в организм. И обволакивая гортань и все вкусовые сосочки с собой, вы вот начинаете по крупинкам, по крупинкам собирать образ Игермейстера. В принципе, прикольно. Мне нравится. Еще мне нравится то, что сей напиток коварен по самые яйца. Коварен он в первую очередь тем, что вы вообще не различаете его крепости. 8% да, я вас умоляю. Это вот в базе примерно то, что мы привыкли видеть, не знаю там, ну вот реально там в 6% предъявлении, которое обычно вот в супы, там хоп-хэт заклад, то там еще в эти маленькие баночки делает подобные вещи, да. Здесь 8% и эти 8% они ни разу не ощутимы. Что еще прикольно в этом сочетании? То, что кисловатость, она как бы отходит на второй план и ты в некотором роде больше начинаешь наслаждаться именно этой травянистой горечью, нежели основой кисляка, она как бы на подыгровке. И вот эта вот подыгровка, ну опять повторяю, сочленение с основным вот этим травянистым посылом, дает достаточно интересную и уверенную такую заковыристую штуку, которая в принципе втемяшится в память может надолго. Я на самом деле покамест не очень сильно разделяю опасения Никиты по поводу того, что ему будет трудно эту штуку реализовать, поскольку это действительно вкусно, действительно прикольно, действительно необычно. Просто, как он сам говорит, у него еще опыта конкретно по реализации таких больших партий не было, и хотелось бы это поставить в какие-то бары, в какие-то магазины. Поэтому, ребят, среди моих подписчиков есть люди, у которых есть бары, есть магазины и так далее, и тому подобное. И вы знаете, на самом деле вот эту банку ни хрена не стыдно поставить себе на прилавке, тем более если покупатели интересуются ютубчиками и обзорами пиваса на ютубчике, то Никиту они тоже наверняка знают. Тут как бы еще такой тоже маркетинговый ходок может сработать. Мое отношение, по сути, весьма и весьма положительное. Я не знаю, что сказать плохого про данный напиток, поскольку, ну вот он весь такой вот со всех сторон, йокарный бабай необычный. И я точно, точно подобного ранее никогда не пробовал. И мне хочется, на самом деле, от чистого сердца пожелать Никите удачи и реализовать таки всю эту партию, и не остановиться на вот этом вот, придумать что-нибудь еще такое эдакое, заковыристое, чтобы опять, опять, так сказать, потешить себя и публику. В общем, такие дела. Если где-то увидите на прилавочках, магазинах, вот эту вот банку, настоятельно рекомендую купить и попробовать. Мне понравилось. Очень необычно, очень свежо, в разрезе современного крафтового рыночка, да? И вкусно, и тупо вкусно. Поэтому дерзайте. Ну, а с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, отмечайте в комментариях. Не забывайте тыкать в колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. Подписывайтесь также на мою группу ВКонтактике и, конечно же, Инстаграм. Там бывает чаще. До новых встреч, пока и да пребудет с вами вкусное, привкусное пиво!